Здравствуйте, меня зовут Казаряна Екатерина, я старший специалист департамента логистики компании МТС и вот уже более пяти лет я являюсь артистом театра кукол. Кукольный театр может сделать каждый, неважно, находясь дома, в офисе и из любых подручных средств. Отличной куклой может стать обыкновенный носок, потерявший пару. Для оживления куклы нам потребуется носок, пуговицы, клей и нитки для прически. Возьмем носок, надеваем его. В общем-то почти кукла, но еще не кукла. Так. И вот у нас появляются. Глазки. О, я вижу, но чего-то не хватает. Наверное, прически. Вот теперь готово. Здравствуйте. Также вы можете добавить своему носку какие угодно аксессуары. Сделать шляпу, галстук, бантик, все что угодно. Ты что, хочешь сказать, что я недостаточно хорош? Ты только что появился, а уже выступаешь. Конечно. Я же рожден, чтобы выступать. Я суперстар. Конечно, суперстар. Два года тебя не могла выбросить. Вот видите, из обычного носка, который потерял пару, может получиться прекрасная звезда. Давай сделаем еще какую-нибудь новую куклу. Давай. Смотри, подушка. А из этого выйдет отличная подружка для тебя. Здорово. Для того, чтобы сделать куклу из подушки, нам понадобится вырезать из фетра улыбку и приклеить ее. Вырезать глазки. Можно добавить пластиковые глазки. Носом будет слушать помпон из ниток. И головной убор на любой вкус. А можно мне его? Давай попробуем. Эх, тебе он великоват. А вот твоему новому другу будет как раз. Подушка превращается, превращается подушка в элегантную подружку для тебя. Ух ты. Привет. Такая красивая. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Соня. А я червяк Джимми. Давай дружить. Давай. А вот со мной, в этой вашей одиночке для непарных, еще перчаточка была. Давай ее сюда. Сейчас мы ее быстро оживим. Какая прекрасная героиня. Абсолютно из любой перчатки, шерстяной, вязаной, резиновой, получится замечательная кукла. А что нам понадобится, чтобы сделать новую куклу? Нам понадобятся нитки, которые будут служить прической. Склеиваем два пенопластовых шарика, которые будут основой для глазок. Чтобы кукла могла видеть. Да. И сами глазки. Ух ты. И у нас получается еще одна новая кукла. Ух ты. У тебя очень классный прическа. Да, я тоже так считаю. Но твоя еще лучше. Дети справятся с ролью кукольных мастеров самостоятельно. Простейшие куклы можно сделать из обычных пластиковых вилок и ложек. А главное, в неограниченном количестве. Для этого нам понадобится... Ложка. Вырезаем полукруг из фетра. Нитки. Бантик. И наши будущие глазки. Приклеиваем наше платье к ложке. Ух ты. Делаем глазки. Приклеиваем прическу. Красота. И осталось украсить на свой вкус. У нас будет бантик. Угу. О, очень красиво. Кукла готова. Таких артистов у вас может быть сколько угодно и с абсолютно разными характерами. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Привет. Привет. Даже если вам кажется, что у вас нет ничего, что можно было бы превратить в куклу, у вас всегда есть ваши руки. Наши руки не для скуки. Это точно. Да нас тут на целых два театра хватит. Ничего себе, конкуренция. Звездой кукольного театра может стать каждый, особенно если освоят совсем несложные уроки. А какие, смотрите в следующем ролике.